Привет, друзья! Мы на канале Дом и Компания. С вами Ольга Сердюк. Этим роликом я открываю цикл рассказов о своих прудах. Это мой четвёртый пруд. До этого мои пруды были на дачах. Честно говоря, я не представляю сад без водоёма. Это не только красиво, но и создаёт особый микроклимат на участке. Привлекает птиц, стрекоз, делает наш сад особой экосистемой. Я знаю, что все дачники когда-нибудь задумывались о своём, пусть небольшом, прудике. Для меня пруд – это красота, это удовольствие от созерцания воды, водных растений, рыб, стрекоз, прилетающих на водопой птиц. Свой первый прудик мы делали просто из ничего. У нас не было тогда денег, не было материала и было мало времени, потому что надо было сам дом делать. А все наши пруды мы строили сами с мужем, без спецтехники. Руки и лопаты. Наш первый прудик был довольно мелкий, всего 80 сантиметров. Это была проба пера. Мы его выстелили обычной чёрной плёнкой для мульчи, которая продаётся в рулонах. И тем не менее он прослужил целых три года, и в нём даже зимовали небольшие карасики. Во всяком случае, мы смогли понять, что он маловат. И наш второй пруд мы делали на его месте, увеличивая и углубляя саму яму, покупая специальную плёнку. И это была непростая работа. Но об этом я буду делать отдельный ролик. Сейчас уже пять лет, как мой пруд на даче вместе с дачей служат новым хозяевам. Я знаю, что он до сих пор жив, радует их своей красотой. Я его по-прежнему люблю и скучаю по нему. В нём были нимфеи, в нём жили у нас карпы, сазаны, карасики, бычки. Даже размножались. Кишмя кишело всё головастиками, которые по весне прыгали от нас по всем участкам. Этот пруд мне доказал лишний раз, что пруд необходим. Тем более в нашей Волгоградской области, в засушливом климате, где летние суховеи, где летом в тени, плюс 45. Пруд меняет атмосферу. Он делает воздух влажным, он привлекает всех окрестных птиц. Они слетаются, поют, оживляют его. Над прудом летают стрекозы, гоняясь за комарами. Пруд – это чудесно, я вам советую. Сегодня я буду рассказывать про свой нынешний прудик. Сейчас он у меня маленький, потому что у меня и маленький участок. Я переехала в частный дом и стандартный участок, 6 соток, на котором нужно очень много всего было нужного разместить. К тому же эти 6 соток, они расположен, сам участок нестандартный. Он выше по уровню, чем дом, на полтора метра поднятый. Сам участок тоже с уклоном и расположен от дома. То есть очень непростой ландшафт. И когда мы купили дом и абсолютно запущенный рядом с ним участок, я сразу же стала думать, где же мне сделать пруд. И, в общем-то, вполне логично. Я подумала, что надо где-то сделать труд, где я буду его видеть как можно чаще, где я смогу наслаждаться, мне не надо будет далеко идти к нему, что я смогу в любую минуту подойти, постоять, полюбоваться. И в итоге, когда только первые дорожки еще стала закладывать, первые грядки, первые клумбы, место для пруда вырисовалось само. Да, я еще забыла рассказать про свой третий прудик. Третий прудик из обрезков пленки после второго вот этого большого пруда. Мы сделали на даче у папы на месте мусорной ямы. Мы выбросили мусор оттуда, вывезли его на свалку, углубили, расчистили яму, сделали уступы и, использовав остатки пленки, сделали в уголочке маленький прудик, даже такой маленький. Он очень менял климат и над ним выросло хорошее иво, он был красив. Итак, мой четвертый пруд сейчас, который рядом со мной, который сейчас покрыт льдом зимой. Вот такой участок, это уже обработанный, там был вообще страшный пустырь, заросший сорняком. И, как видите, после планирования дорожек, вот этот участок на переднем плане, он просто просился. Это я ставлю спиной к дому и смотрю на участок. Передо мной центральная клумба, и вот здесь я спланировала свой пруд. Контуры я вывела сама, первый уровень выбрала сама. Но потом, к сожалению, пришлось, поскольку я уже пенсионер, так силы не те, пригласила помощника, который фактически за день выкопал яму нужного размера. Яма у нас 4,5 на 2,5 метра, в глубокой точке 1,70 метра, где зимовальная яма. Зимовальная яма небольшая, где-то метр на полметра. Ну, я думаю, надеюсь, этого хватит рыбы. Первая зима сейчас, когда они у меня зимуют. Затем геотекстилем была выложена яма. Тот берег, который кирпичом выкладывали, поднимали почвы за счет уклона ландшафта. Его мы дополнительно укрепили нетканой тканью, пропитанной цементом. И затем специальная пленка, которую разложили на солнце, она размягчилась и приняла форму пруда. Никакой склейки мы не использовали, я этим не владею и очень боюсь таких вещей. Как только пленка отлежалась, пруд начали наливать. Наливая параллельно, одновременно, расправляла большие складки. В общем-то, начался налив где-то с утра. К вечеру был уже почти полный пруд. По нашим подсчетам, так замерить точно мы не можем, конечно, но это где-то 4,5 кубометра воды. Прудик, конечно, маленький, что там говорить. И стенки верхние, видите, пришлось сделать очень такими пологими, потому что нельзя было делать их крутыми. Там практически сплошной песок. Как бы мы его не укрепляли, возможно, было оползание грунтов. Поэтому вот такой большой уклон был сделан. Ну, впоследствии я его несколько компенсировала. Это в следующем ролике я покажу, в котором я буду рассказывать о том, как я потом отделывала уже берега. Вот, как видите, уже у меня даже цветочки вокруг, дорожки. И вот дело дошло до пруда. Вот так он наливался. Постепенно из простой ямы превращаясь в прудик. И к утру, уже, в общем-то, можно сказать, на следующий день пруд был полный. И мы укрепили берега, пленку по краям. Укрепили просто вот этими бордюрными камнями. Какие-то глобальные укрепления делать не стали, потому что нужно было время еще для осадки земли, для подравнивания к горизонту берегов, которые не идеальные получились. И в таком виде пруд жил целый год, ожидая своего дальнейшего совершенствования. Но об этом уже в следующем ролике. Подписывайся, чтобы узнать все подробности про этот пруд и другие мои пруды. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok